Страшная трагедия, которая произошла 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», унесла десятки жизней. Особенно больно от того, что там погибли дети. По указу президента, 28 марта был объявлен днем общенационального траура. В знак солидарности и поддержки по всей стране прошли акции памяти. Славянцы вместе со всеми разделили боль и горе жителей Кемерово. В память о погибших в Кемерово, около городского дома культуры, был установлен временный мемориал, которому в течение двух дней нескончайным потоком шли славянцы. Приносили цветы, свечи и мягкие игрушки. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Гибель детей и взрослых оплакивает вся страна. Это наше общее горе. Потеря детей, погибли дети, ни за что, за халатность. Мне нет слов. Тяжело говорить об этом. Конечно, хотела, чтобы наказали людей за это, которые так халатно относились. Не было больше такого. С другими не получилось. Очень тяжело, очень трудно и горько. Соболезную всем. Я сама просто мама. У меня четверо детей. Мне просто страшно все это представить, как погибли дети. Наверное, кричали, звали на помощь. Я просто не смогла остаться равнодушной, поэтому здесь не дай бог никому пережить такую трагедию. Память по погибшим в Пожаре во всех храмах Славянского района прошли панихиды. В 12 часов дня поминальный молебен священники Свято-Успенского храма отслужили и на театральной площади. Песня. Песня. После панихиды к установленному мемориалу вновь потянулись славянцы. Многие плакали. Трагедия в Кемерово для каждого стала личным горем и болью. Сердце болит, душа кричит. Сегодня такая трагическая, поминальный день, дата, когда погибли, скажем так, безвинные дети, взрослые, когда, может быть, чья-то халатность, может быть, чей-то недогляд, недосмотр привел к такой великой трагедии. В шесть часов вечера театральная площадь окрасилась в белый цвет. Сотни жителей пришли с белыми шарами, чтобы принять участие в акции памяти и таким образом выразить свою сопричастность к этой общенациональной трагедии. Трудно подобрать слова, чтобы выразить эту пронзительную боль и всепоглощающую скорбь, которые сплотили в этот день жителей всей нашей страны. Моё сердце, оно скорбит о том, что произошло в городе Кемерово, об этой ужасной трагедии. И мои молитвы к Богу, чтобы упокоились души этих детей, и чтобы такого больше не повторилось. Мы правда скорбим все вместе с Кемерово, потому что потерять близких людей – это очень страшно в жизни. Мы вместе с ними. Скорбь – это дети, это люди нашей страны, которые в Веслане погибли от руки бандитов, а здесь дети и люди погибли по халатности каких-то чиновников, бизнесменов, которые пожалели какие-то копейки, чтобы сделать нормальную пожарную безопасность. Я считаю это долгом. И детей своих я привел, и жена моя пришла, и всей семьей пришли. В память о всех погибших в страшном пожаре в Зимней Вишне сотни белых шаров были отпущены в небо. Кемерово. Славинск скорбит вместе с тобой. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин